Всем привет! У меня сегодня новое видео и я хочу рассказать вам об одном аромате от Барбери. Он называется Her. У меня пробник. Но так как я делала опрос и мне сказали, делай-делай видео на пробнике тоже, вот делаю. Пробник вот такой, ну, собственно, обычный пробник. И сейчас я вам прочитаю, что у нас здесь есть за ноты. Итак, у нас здесь малина, клубника, вишня, ежевика, черная смородина, лимон, мандарин, жасмин, фиалка, амбра, дубовый, мох, тревесные ноты, мускус, пачули, ваниль и кашмиран. Аромат мне очень понравился, очень. Я даже не знаю, почему этот аромат прошел как-то, вот знаете, мимо меня. Я, скорее всего, я его тестировала раньше, но как-то вот, знаете, при первом нанесении, первом напшикивании, очень яркая нота клубники. Вот клубники, ежевики, лимончика, это все очень ярко, радостно, очень интересный аромат, понравился он мне. Я более того думаю, что если я найду какой-нибудь большой разлив, часто бывают большие разливы за небольшие деньги, я куплю себе. Он мне интересен. Я знаю, что еще есть версия интенсивная. Я, наверное, интенсивную не тестировала. Скорее всего, был пробник, но вот что-то вообще не помню. Аромат очень интересный для любителей фруктов, для любителей таких взрывных ароматов. Я думаю, он будет отлично. Насчет того, что этот аромат какой-то слишком детский из-за именно вот этих вот фруктиков, я не считаю так. Я думаю, что достаточно, чтобы вам этот аромат нравился. А 20 вам лет или 83, это ваше дело. Если вам нравится, носите с большим удовольствием. Я не могу, например, оторваться от руки. Я ее постоянно, постоянно нюхаю-нюхаю, вот потому что интересно, интересно. Это тот аромат, который, если кто-то разделяет ароматы по сезонам, то будет хорошо смотреться летом. Особенно, если лето не очень жаркое. Потому что все-таки клубника здесь довольно сладкая. Вообще аромат более сладкий, чем нейтральный. Поэтому не очень жарким летом, когда лето, но не 45 градусов, когда не продохнуть вообще. Этот аромат будет замечательно смотреться, абсолютно. Красивый, очень интересный. Если говорить о его различии со временем, то есть когда вы только его на себя напшикали, и когда уже прошло какое-то время, я огромного различия не вижу. Ну, разве что проступают более кислые ноты вот этого лимона или что там еще есть. А так клубника здесь сначала и до конца. Вообще он... Вот аромат мне чем-то напомнил. Если вы знаете, есть такое, в общем, детские, игристые вина. В общем, ну, просто игристые вина в такой же бутылке, но оно вообще без алкоголя. Оно какое-то фруктовое. Итак, вот такие вот, вот такие запахи. Очень интересные. Очень сладкие, фруктовые, красивые, радостные. Именно аромат, над которым не нужно особо задумываться. Что там хотел сказать парфюмер. Это тот аромат, который вы будете носить с удовольствием. Самое главное, чтобы вот эта вот клубника, которая здесь есть, чтобы она вам понравилась. Клубника здесь, мне кажется, такая, знаете, конфитюрная. Если вы когда-нибудь ели, я уверена, что вы ели конфитюр из клубники. Вот примерно вот такая вот. В общем, очень интересный аромат. Он мне очень понравился. И это не активная хотелка, абсолютно точная. Но если вдруг на этот аромат я наткнусь, и он мне понравится, мне понравится цена, мне понравится разлив, я его куплю. Абсолютно точно. Это тот аромат, тот самый, который вы можете тоже вот так вот бездумно взять и нанести на себя. И побежать по своим делам. Я хочу его немножечко сравнить с ароматом Barberry Her, который Blossom. Это фланкер этого аромата. Я напомню вам, какие у нас здесь ноты. Итак, у нас здесь мандарин, розовый перец, пион, сливовый цвет, мускус и сандал. Я считаю, что с этим ароматом, с классическим ароматом, у них вообще нет ничего общего. Вообще, здесь это Blossom. Blossom на английском это цветение. То есть, всё-таки вот этот фланкер, он больше про цветы, он больше про какую-то невесомость, про вот... Его практически не слышно. Он такой, он настолько фоновый аромат, настолько его незаметно, не слышно. Ну, в хорошем смысле, что его можно носить всегда и везде. Вот, но он действительно очень приятный, тем не менее. Если мы сравниваем его с этим ароматом, то я об этом аромате такого сказать абсолютно не могу. Здесь очень яркие фрукты, особенно вот в начале яркие красные фрукты, которые... Я бы смогла его носить, куда хочу и когда хочу. Но я знаю, что не все люди так вот фривольно относятся к своим ароматам и к тем местам, куда они ходят с этими ароматами. И многие люди разделяют ароматы по месту, по времени. И если этот аромат можно просто с закрытыми глазами взял, надухарился и вышел куда хочешь, то этот, наверное, нет. Наверное, нет. Потому что здесь очень яркие сладкие фрукты. Яркие сладкие фрукты, которые не всем могут понравиться. Не всем они могут пойти. И уж точно немногим они понравятся именно, если мы говорим, например, о зиме, об осени. Мне кажется, вот классический аромат, вот этот вот первый, он больше про вот такое вот нежаркое лето. Либо про довольно жаркую весну. Вот про это. Я совершенно считаю, что некорректно сравнивать эти два аромата, они разные. И то, что этот Blossom, а этот просто Her, я не знаю, было ли специально так сделано, что они настолько разные. То есть вот этот аромат, его даже невозможно рассматривать как упрощенную версию вот этого. То есть вы можете просто подумать насчет того, что здесь нот в три раза больше, чем здесь. То есть это не то, что они взяли классическую версию, упростили ее, сделали более цветочной. Нет, здесь он абсолютно другой. Поэтому никаких сравнений быть, на мой взгляд, по крайней мере, не может. Из двух версий мне первая нравится гораздо больше. Потому что первого аромата, вот этого классического, у меня все-таки не так много таких ароматов. Не так много таких ярких, клубничных, сочных. По своему посылу этот аромат, он мне очень напомнил Versace Time for Pleasure. И это тот, который розовый, розовый аромат, 125 миллилитров. Сняли уже его, погуглите, он крутой. У меня есть обзорчик на него тоже. По своему посылу он мне напомнил этот аромат. Фруктовый, яркий, взрывной, радостный. И инвазивный даже, можно сказать. Здесь сладкие, сладкие ягоды, но это не такая сладость, как, например, у аквалина. Я всегда сравниваю с аквалина, потому что аквалина это для меня, вот знаете, как рубикон, который лучше не переходить. Потому что то, что после, это слишком уж сладко. Слишком сладко. А вот то, что до него, ну нормально. Так вот, аквалина это вот сладость. Здесь, конечно, не такая сладость абсолютно, но тем не менее, тоже сладкая субстанция. Вот, например, этот, который блоссом, здесь сладости практически вообще нет. Здесь просто именно что цветение цветов. Поэтому из этих двух ароматов мне нравится первый больше. Классический мне нравится больше. Именно тем, что у меня таких ароматов не так много. Если мы говорим о том, куда этот аромат носить, и как часто бы вы носили аромат, какой из них был бы уместен на каждый день, ну и вообще просто на обычную жизнь, обычного человека, я бы сказала, что всё-таки блоссом, наверное, более уместен. Он более нейтральный, он более, более лучше смешается с стилем жизни любого человека. Тогда как вот этот вот, который классический аромат, который Хёр, он сладкий, яркий, шипучий. Многие люди, я знаю, что подстраиваются под ароматы. Я считаю это крайне в корне неправильным, но многие это делают. И под него подстроиться труднее, под него труднее найти одежду. Я знаю, что одежду даже подбирают, макияж, всякое бывает. Но он более самобытный, к нему действительно, наверное, некоторым людям придётся подстраиваться. Тогда как под этот аромат подстраиваться абсолютно не нужно. Он сам подстроится под то, чтобы на вас там не было накрашено, надето, и вот как бы вы себя не чувствовали в тот или иной момент. Поэтому можно так сказать, что два аромата абсолютно разных. Классический аромат, он более яркий, более взрывной. Второй аромат, он нейтральный и более скучный абсолютно точно. Как я уже сказала, из этих двух я выбрала бы абсолютно точно первый. Уж очень мне нравятся эти вот фрукты, уж очень они красивые, они сочные. Прямо вот если закрыть глаза, прямо вот перед глазами тарелка с сочными фруктами. Реально, вот для меня это действительно так. И мне очень нравится это, мне нравится этот аромат. Он стойкий, шлейфовый. И я не могу сказать, что какая-то стойкость прям из ряда вон. Оба аромата интересные, оба аромата по стойкости. Я бы сказала, что их можно сравнить. Но из этих двух однозначно первый. Хотя, как я уже сказала, мне кажется, что их даже сравнивать не очень корректно. Они очень разные. Но если мы будем их сравнивать только лишь потому, что все-таки у них одно название, и это фланкер другого аромата, то тогда мы их можем сравнить. Интересная вещь. Я, кстати, перед этим на фрагрантике прочитала, что там люди думают. Почему-то очень много писали насчет бинтов, йода и всего этого. Я не знаю, этот аромат на мне уже довольно давно. Но у меня ни бинтов, ни йода, к счастью. Конечно же. Потому что я таких тоже нот... Я их не ищу, я их не люблю. Я хочу пахнуть приятно. Для меня йод неприятно пахнет. И бинты, и тем более. Поэтому то, что я здесь слышу, я здесь слышу только лишь приятную часть. Если есть неприятная часть в этом аромате, то мне она не раскрылась до сих пор. И я думаю, что она и не раскроется, потому что аромат уже долго на мне. И это не первый его затест. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам было интересно. Вам этот обзор, сравнение было полезно. Мне очень хочется узнать, есть ли у вас эти ароматы. Вот эти вот Barber Hair. Может быть, у вас есть интенсивная версия. Напишите, пожалуйста. Вообще, как вы относитесь к Barber? Нравится ли вам он или не нравится? Напишите. Давайте. Давайте общаться. На этом все. Я желаю вам прекрасного настроения, хорошего дня, солнечного и взрывно-фруктового. Пока.